Они, как добрые феи, помогают самым маленьким расти и становиться полноценными членами общества. На хрупких плечах воспитателя лежит ответственность за здоровье, воспитание и всестороннее развитие ребенка. Педагог дошкольного образования должен быть примером для малыша, квалифицированным и грамотным специалистом. Как раз эти критерии и оценивают на региональном этапе конкурса «Воспитатель года». За первое место в состязании борются 23 педагога со всей Ульяновской области. Наряду с опытными уже педагогами есть и педагоги, у которых педагогический стаж не очень большой. Но вот уже по первому конкурсному испытанию хочу сказать, что было очень интересно. Все педагогические находки очень разные, разносторонние. У нас есть и логопеды, у нас есть педагоги-психологи, воспитатели, музыкальные работники. У нас есть те, кто занимается физическим воспитанием. Татьяна Анашкина много лет работала учителем в средней школе, но только спустя годы поняла, что ее призвание быть воспитателем. Занятия с самыми маленькими доставляют необычайные удовольствия Татьяне Геннадьевне. Ребята, мы не просто так построились в круг, не только чтобы смотреть, какие вы сегодня чудески. Дело в том, что у меня сегодня для вас на занятиях приготовлены настоящий сюрприз. Участвовать в конкурсе Татьяну Анашкину уговорили ее коллеги. Она признается, что преодолеть все трудности помогут ее многочисленные воспитанники, ведь у них она обучилась самому лучшему. Подготовка, конечно, была длительная, потому что, чтобы подготовиться и достойно выступить, нужно очень хорошо проработать и теорию, и практику. Все это нужно подготовить, на это нужно время. Участникам предстоит пройти пять конкурсных испытаний, педагогическая находка, мероприятия с детьми, мастерская педагога, собеседование с членами жюри и педагогические дебаты. Победитель состязания станет известен 24 мая. Главный приз конкурса – 100 тысяч рублей и право представлять регион на всероссийском этапе. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.